Из-за крутизны склона выбраться самостоятельно спортсмены-любители уже не смогли. Несмотря на серьезную лавинную опасность, пограничники со спасателями за два часа до полуночи доставили экстремалов в пограничное отделение в поселке Эста-Садок. Там мужчинам объяснили, что южная сторона хребта Аибга, ниже оборудованной зоны для катания, сопряжена с зоной пограничной. И пребывание на ее территории без необходимых документов – это административное правонарушение. В феврале это уже не первый случай группового нарушения. В начале месяца трое спортсменов также спустились по этому склону вне трассы и были вынуждены заночевать в лесу. Только к вечеру следующего дня с помощью спасательных служб они вернулись в поселок. Молодые люди были привлечены к административной ответственности за нарушение пограничного режима. Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю напоминает жителям и гостям Сочи, что большая часть территории между реками Мзымта и Псоу слева от участка автомобильной дороги М27 Сочи-Сухум является пограничной зоной. В нее входит часть Нижнешиловского сельского округа, включая села Верхневеселая, Нижняя Шиловка, Черешня, Ермоловка, Аибга. При этом горнолыжные спуски с северного склона хребта Аибга, а также оборудованные трассы его южной части исключены из него полностью. Для пребывания в пограничной зоне в пределах 5 километров до российско-абхазской границы, в том числе с целью посещения природных достопримечательностей, наличие пропуска обязательно. За его отсутствие грозит административное выдворение и штраф до 1000 рублей. Более подробную информацию о порядке оформления документов можно получить по улице Театральной 5 или по телефону 266-88-57. Продолжение следует...